Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, опять самолёт, да? Опять самолёт. Нижний Ангарский совершил аварийную посадку самолёта Ан-24. Он когда вылетел, да, у него отказался, в общем, работать двигатель. Один из двигателей, всего два у него. Вот, экипаж принял решение вернуться в самолёт. И, в общем, кое-как они его посадили. Всех людей успели эвакуировать, но два члена экипажа погибли. Вот, они, значит, это пилот и бортмеханик, которые оставались на борту до последнего. Вот, всех помогали эвакуировать, но вот они погибли. Там он загорелся, он врезался в какие-то очистные сооружения. Вот, и загорелся. И вот, в общем, вот такие дела, ребята. Опять, опять самолёт. Пассажиры 42 взрослых, один ребёнок живый. Вот тут видео, очень много всяких видео. Да, нехорошо это. Но здесь явно мотор, мотор не это, не работал у него. Да, вот тут ещё, в разных местах шестеро госпитализированы. Семь человек получили ранения. По его словам, после взлёта у самолёта в воздухе отказал один из двигателей. Да, ужасно это. Но он старый, вот этот самолёт. Я ещё на нём летал в детстве, Ан-24. Давно это было. Ну вот, РТ на русском, да, Russia Today. Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков. Дело в том, что вот приём России в ПАСЕ, значит, там было обговорено, что они должны освободить моряков. Ну, дело в том, что я вот в Russia Today вообще ничего не понял, что тут такое. Обращено внимание на имеющееся в рамках уголовно-процессуального законодательства России возможности. Бла-бла-бла. И вот сегодня у меня один товарищ, спасибо ему, прислал конкретно. Это с Украины уже, значит, сайт украинский, называется ФАКТИ. Вот, Российская Федерация заявила, что готова передать военнопленных украинских моряков, если получит от Киева письменные гарантии в том, что украинцев будут судить по российским законам. Ну, в общем, ребят, я как купил, так и продаю. Вот здесь написано. Вот я тоже не понял, да. Вы не поняли, я не понял, как это так. Ну, хорошо. Трамп о переговорах с Путиным. Слушайте, меня все время спрашивают, да, вот почему вы Трампа не любите? Да, ну, потому что он дурной. Ну, что вы не видите, он хам, он врун. Вот я не хочу такого президента. И, между прочим, Чикаго меня поддерживает. Дальше вот вы посмотрите, да, что, собственно говоря, дальше. Тут одна работница взяла и в Трампа просто плюнула, и все. Да, вот. Работница бара плюнула в сына Трампа. Ну, правда, в сына, самого не попала, наверное, в сына плюнула. Вот, и все. В Чикаго так, когда предвыборная была гонка, Трамп приезжал в Чикаго, так он отсюда огородами выбирался кое-как, потому что его здесь хорошо хотели встретить. Вот, так что это, ребята, и не надо вот там демократы, республиканцы. Ну, вот, ну, просто он гаденький. Ну, неужели вы не видите, а? Он врет все время, он бабник, он какой-то шкурник, я не знаю. Ну, все, ладно. Вот видите, как я распалился. Ну, вот и опять Трамп, да, заявил, что уверен в очень хорошем разговоре с президентом Владимиром Путиным. Вот, и журналистам он сказал, что переговоры с Путиным – это не ваше дело. Ну, это же хамп, сам настоящий хамп. Ну, тебя спрашивают, мужик, тебя спрашивают журналисты, да, ты президент, ты обязан им отвечать. Вот это не ваше дело. Понятно, да? Так, сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран, да, пяти стран. Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша. А вот дальше уже семи стран. Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Польша и Словакия, и Украина, да, приняли решение покинуть сессию ПАСЕ. Ну, почему? Ну, потому что, ведь было же сказано, что Россия выгоняет из ПАСЕ за украинских моряков. Они этих украинских моряков не вернули, а, значит, их уже возвращают в ПАСЕ. Вот в чем дело. Это, ну, как это так? У меня дальше еще об этом будет. Этот стон у нас песней зовется. Алексей Малашенко пишет, это на эхе Москвы. Стон восторга стоит на федеральных каналах по поводу возвращения России в ПАСЕ. Отчего радость такая? Не поверите, от комплекса неполноценности. Это реакция на страдания от того, что несколько лет назад Россию оттуда вытурили. Тогда кричали, нафиг нам это ПАСЕ. Теперь радуются, что приняли обратно. Но интересно не в восторге ведущих, а в аналитиков. Любопытно другое. Психологическая подоплека произошедшего. Она стоит в том, что к нашей с вами России привыкли. Ее понимают такой, какая она есть. В Путина, без Путина, со Сталиным, без Сталина, Брежнев, Путин. Ну, в общем, они, европейцы, жили с теми, проживут и с этим. Ну, да, он как к еродивым относится просто. Ну, еродивый он. Цепей на себя понавешивал, бряцает. Ну, что теперь делать? Ну, как-то так, ребята. Правильно, я согласен. Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой, ребята. Теперь Россия главная угроза для Америки. Да, это сказал Билл де Блазио. Мэр Нью-Йорка. Ну, правильно он сказал. Я совершенно согласен с ним. Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинин. Я его вообще не знаю, ребят, кто такой. На 47-м году жизни основатель солист группы «Високосный год», автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других. Я просто не знаю его. По его словам, музыкант... Какой-то Канн написал. Музыкант умер в одной из московских больниц. Причиной его смерти стала остановка сердца. 47 лет. Молодой совсем. Коммерсант узнал о будущем назначении Евкурова заместителем Шойгу. О, как! Вот так вот. Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус Бек Евкуров занят должность замминистра обороны. Не бросают своих. Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала. Миллионы. За то, что они там что-то публиковали. И, в общем, она потребовалась взыскать. И суд... Ну, правда, она потребовала 7,5 миллионов. Но суд, значит, присудил половину. 3,75 миллиона. Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США. В общем, короче, она в США там наркотой торговала. Смоталась в Финляндию. Ее бежик оттуда. И все. Ну, вот, да, работница бара плюнула в сына Трампа. Это я уже об этом говорил. Они врут искуснее. Это Кирилл Рогов пишет. Трамп завтра встречается с Путиным. Уверен, что у него будет очень хороший разговор с российским президентом. Фух. Трампу нормально не помнить, что он принципиально отказался от предыдущей встречи с Путиным, вплоть до освобождения украинских моряков. Трамп, ладно. Но нормально ли это и Болтону, который 13 декабря 2018 года заявлял, что встреча двух президентов невозможна, пока Россия удерживает украинские корабли и их экипажи. Врут? Врут, ребята, врут. Вот вы меня спрашивали, да, почему я не люблю Трампа. Вот он врет просто-напросто, да? Тогда наврал, что не будет встреч, пока не отдадут украинских моряков. Люди в пасе Трампа поголовно презирают, как популиста и вруна. Вот я ещё не сказал, он популист. Но у них свои мотивы, вполне серьёзные. Почему необходимо установить права российской делегации, невзирая на то, что Россия не выполнила ни одного требования резолюции, лишавшей её права голоса. Да, вот так вот. В Кремле оценили по достоинству это решение, предложив тогда уже вице-спикера, пасе находящегося под санкцией, ещё много чего, ещё много чем, но под санкциями ещё много чем сенатора Слуцкого. А чё? Скажите спасибо, что Петрова и Баширова в состав делегации не включили. Это с нашей стороны вообще типа, акт доброго и уважения к ценностям. Да, 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 ребята. Угу. Ну да, и те врут. Согласен, согласен. Хоть тут и про Америку. Смотрите, развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в 140 миллиардов рублей. Короче, собирается делать из Сергиева Посада Ватикан. Ну как, Ватикан это для католиков, а вот для православных, для, значит, религиозный центр, сердцем которого станет Троица Сергиева Лавра. Сумма, на которую рассчитали почти втрое больше затрат на всю программу благоустройства российских городов за два года. Вот это, да, ой, гармоничное считание духовной культуры и туристической составляющей. Ну, в общем, собираются делать, да. Не у васюки. Короче. Понятно, да. Опс, всё, а у меня закончилось. Теперь Луна Парк, аквариум и Кони Айленд, Нью-Йорк 2019. Смотрите, кони. Кони, кони, красивые кони. А я с вами прощаюсь. До свидания, доктор Влад. Пока. Специально для канала Доктора Влада всем доброго времени суток. С вами дежурный по Нью-Йорку Антон. И мы с вами находимся на Кони Айленд, Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки. Это побережье. Вы за мной видите Атлантический океан. С этой стороны вы видите Луна Парк. С этой стороны вы видите аквариум. Ну что, пойдём немножечко погуляем. Итак, мы с вами вышли из метро и начали немножечко оглядываться по сторонам. Кони Айленд – это полуостров, расположенный в Бруклине. Название его происходит от нидерландского, в переводе «кроличий остров». Кони Айленд – это самый юг Бруклина. Он делится на четыре района. Сигейт, собственно Кони Айленд, Брайтон-Бич и Манхэттен-Бич. Протяжённость полуострова с востока на запад 6,4 километра. Средняя ширина 800 метров. Улица, которую вы сейчас видите, идёт вдоль побережья и называется Сёрф-Эвеню. Это одна из основных магистралей района. 22 июня 2019 года здесь прошёл 37-й ежегодный парад русалок. На берегу находится парк аттракционов, который включает в себя колесо обозрения и американские горки, которые называются Циклон. Сейчас вам это очень хорошо видно. А сейчас мы с вами спустимся вниз, и я вам покажу, откуда я снимал эту панораму. Обратите ваше внимание, сейчас вы видите надземную линию метро. Именно оттуда нам с вами открылся очень красивый вид сверху. И на секундочку отвлекусь. Вот красный столбик перед вами. Видите, да, это вызов пожарной и полиции. Вдоль побережья Атлантического океана тянется деревянная набережная. Она, конечно, не вся деревянная. Некоторые её части выложены плитами или пластиковыми речками. Но, тем не менее, деревянная часть очень большая. А сейчас вы видите парк аттракционов, или, как его называют, Луна-парк, со стороны океана. Сегодня понедельник и утро. Поэтому посетителей нет. Но мы с вами обязательно сюда вернёмся, тогда, когда здесь будет очень много народу и всё здесь будет крутиться и вертеться. Обращаю ваше внимание на то, как часто стоят мусорные баки вдоль этой набережной. Также по всей набережной стоят фонари, которые освещают её в тёмное время суток. И, конечно же, невероятное количество скамеечек установлено на всём протяжении этой набережной. В общем, скамеечек хватает всем, никто не ругается. И тут ещё откроется чуть-чуть попозже летний кафе, тоже будет место, где посидеть. Кроме паилок и фонтанчиков, таких типа души, чтобы человек мог сполоснуться, здесь даже можно зарядить сотовый телефон. Нью-Йоркский аквариум расположен на берегу Атлантического океана, тут же на Сёрф-эвеню. От океана аквариум отделён пляжем и деревянным променадом, о котором я уже говорил. Он называется Бортвок. Аквариум имеет несколько павильонов и бассейн, где проводятся цирковые представления с участием морских животных. А такой вид на Кони-Айленд открывается из окна трейна, когда мы едем с вами по надземной линии метро. Вдалеке между домами нам подблёскивает и подмигивает океан. И, конечно же, мы сюда ещё вернёмся, и не один раз. Лето только началось. Вот такие указатели стоят на каждой станции. Они показывают время, через которое будет следующий трейн. Также там показывается температура воздуха, время и сообщения о задержках. А вот эта штуковина с кнопками для экстренного вызова сотрудника метро или для получения какой-то необходимой информации. На каждой платформе их, как правило, 3-4 штуки. На этом всё. Спасибо за внимание. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Набирайте в YouTube. Дежурный по Нью-Йорку Антон. И вы попадёте ко мне. И, как всегда, немножечко красоты в этот ролик. И, конечно же, спасибо за внимание. Продолжение следует...